прошло более часа раз хорошо просушил траки подготовил как видите клеенку положил салфетки и теперь заливаем ванночку такую вот жидкость атака интерактив выливаем всю чтобы хорошо залить все как видите уже средство вступает в реакцию соловом и берем кисточкой равномерно никаких пузырьков воздуха не осталось разгоняем жидкость по тракам запах такой как я и говорил мирного купороса это химия лучше одеть резиновые перчатки хорошо проветриваем помещение работать выгонять весь воздух все хорошо прошла где-то минута хорошо промазать чтобы не осталось воздуха засекли чуть больше минут полежали. Смотрите какой цвет получился. Перекладываем. Долго держать не надо, так как оно еще на воздухе будет укисляться. Так вот все передвинули. И быстренько, равномерно опять растираем по тракам. Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы увидите, что где-то немножко не окислилось, то кисточкой пройдитесь в этих местах. Значит, там воздух попал и вы его не выгнали хорошо. Вот уже второй заход можно подержать немножко побольше. Вот все-таки средство это, можно сказать, прогасилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достал полностью с ванны. И теперь пусть они хорошо просохнут. Некоторые рекомендуют их потом промыть. В принципе, я не вижу смысла в их промывании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Химическая реакция уже прошла. И главное им дать высохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь оставлю до полного высыхания. А потом продолжим работать с траками дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, очень симпатично получились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как траки хорошо просохли, видите, какой получился натуральный цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь берем краску от фирмы Tomea XF84 Dark Iron. И прокрасим все пальцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все пальцы. А также можно подкрасить те места, которые не взяла данная жидкость. Вот я заметил, тут есть пар вот мест, где видно был все-таки воздух. Мы его до конца не убрали. И он не вступил в реакцию из-за воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь берем и прокрашиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот после того, как пальцы прокрасили, дадим им хорошо высохнуть и будем дальше работать с траками. После того, как средство для чернения траков хорошо высохло, приступим к нанесению пигментов. Пигменты буду использовать Model Lab, русская темная земля, серая дорожная пыль и также еще буду использовать пигмент песок светлый. Для этого мне понадобится две широких кисти и White Spirit или специальный фиксатор для пигментов. Берем на кисточку и вот так вот хаотично посыпаем на траке. Сначала один свет, потом второй, потом третий. Много засыпать не надо, так понемножку. Хотя, опять же, все зависит от того, как вы будете тонировать свою модель. Кто-то любит сделать сильно загрязненную, кто-то наоборот эти чистые модели. Я люблю средний, мелочий. Берем более темный пигмент. Наверное, равномерно. Если где-то больше, где-то меньше, это тоже не страшно. Так как настоящий танк при езде еще неизвестно где, сколько чего может нацеплять, какой грязи и по какому грунту он может передвигаться. Например, с песка он может заехать в глину, после глины может проехать возле болота, потом проскочить по асфальту. Что-то отвалится, что-то останется по траве. И потом берем white spirit и аккуратно смачиваем. И второй кистью аккуратно смачиваем. Все-таки больше, более лучше широкой кистью. Правда. Только не растирать, друзья, а вот прикладывается и white spirit сам. Сам растекается и затекает, куда ему надо. Теперь дадим пигменту и white spirit хорошо просохнуть. Хорошо высох пигмент. И теперь я вот сделал одну гусеничную ленту. Мне довольно понравилось запыление. И сейчас буду делать вторую. В принципе, ничего трудного. Сейчас пигмент, который высох, просто равномерно растираете. Движениями. Желательно кисти, чтобы были довольно жесткие. Вот так вот сделали. Потом беру пигмент темная русская земля. Немножко. И вот так вот прохожу по тракам. Так равномерно по всей гусеничной ленте. После того, как все работы с пигментом закончили, берем меленькую наждачную бумагу и проходим по всем грунтозацепам. Сначала зачищаем грунтозацепы. Равномерно, не спеша проходим по одной ленте, по второй ленте. Ну и смотрите, как вам больше нравится. Можно немножко посильнее зачистить, можно поменьше. Если танк у вас стоит, например, на диораме, можно сильно не зачищать. Если вы делаете какую-то динамику, что танк двигался, ехал, то, конечно, грунтозацепы надо зачищать посильнее. Ну а после того, как натерли грунтозацепы, натираем беговые дорожки, где гусеницы соединяются и трусы непосредственно от катки. И зачищаем клыки или зубья, то, как называют. И вот так берете наждачную бумагу, хорошо плотненько соединяете и потихонечку, потихонечку накатываете беговые дорожки. И потом делаете острый кончик и проходите, где звездочка по этим отверстиям. Тоже их натираете до блеска. Ничего сложного в этом нету, конечно. Времени это занимает немало, но очень натурально все получается. За что я люблю металлические траки. Ну и вот, друзья, итог работы. Так вот получились траки. Мне очень они нравятся. Ссылка, где можно приобрести траки, будет в описании под видео, если вам интересно. И так, друзья, работать с металлическими траками. Как видите, ничего трудного в этом нету, но процесс у меня занял два вечера. То есть сначала я их почернил, потом посыпал пигментом. Ну, надо ждать, когда все хорошо просохнет. Ну и после этого натер наждачной бумагой. Ну и сборка у меня заняла где-то тоже около двух-трех вечеров. Это два комплекта я собирал. АТ-54 траки. Я их буду обрабатывать непосредственно перед тем, как буду одевать на модель. И на ИС-7. Друзья, кому интересно, скоро выйдет видео по сборке, покраске пластиковых траков. Как я их собираю, при помощи чего я их собираю, как крашу и как тонирую. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!